МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Станислав Голубцов рассказывает, настолько полного собрания газет регионов Российской империи, СССР и России нигде больше в мире нет. Всего в здании на Фонтанке чуть меньше миллиона единиц хранения. Вот таких папок и подшивок, в каждой из которых десятки газет на различных языках. Вот таких получается она как книга, действительно. То есть визуально это кажется книгой, на самом деле это подшивка. Револьер Ботте. 1925 год. Ух ты. Иностранная газета. Таких кабинетов фондохранилищ здесь десятки. Еще со времен основателя библиотеки императора Александра I действуют четкие уставки. Один экземпляр любой произведенной типографской продукции в стране направлялся в фонды. Правило это соблюдается и в наши дни. Благодаря ему пытливый исследователь может узнать про каждый город России и о том, как в нем жили в 19-м, 20-м или в начале 21-го века. Шифр хранения, наименование газеты, вот, вести, академии, газеты. Уральская академия госслужбы. То есть получается здесь вся страна, как на ладони. Да, вся страна представлена. Место издания Екатеринбург, 2000-й год, ноябрь месяц. Анонс на первой полосе. Одна из главных новостей студенческой жизни начала нулевых. Открылся интернет-класс. Сегодня, когда интернет, по сути, часть нашей жизни, событием это не назовешь. Поэтому газеты прошлых лет становятся своего рода машиной времени. Газеты по праву можно назвать застывшей эпохой. Ведь события, которые сегодня кажутся нам масштабными, тогда выглядели и воспринимались абсолютно иначе. Вот, например, такой трагический для русской литературы момент, как смерть Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня об этом наверняка вы писали, как говорят журналисты, на первой полосе. А вот как о смерти Пушкина писали газеты того времени. Вот самое известное извещение о смерти Пушкина. «Солнце нашей поэзии закатилось». Коротенькая заметка в траурной рамке, где-то в подвале, литературных прибавлений к русскому инвалиду. Сухо писала о смерти Пушкина газета «Северная пчела», а главная газета Российской империи «Санкт-Петербургские ведомости» вообще уделила смерти Пушкина всего-то четыре строчки между распоряжениями государя-императора и финансовыми новостями с берегов Тулецких. Вот она, прямая иллюстрация того, как текст газеты со временем превращается в контекст эпохи. Это сегодня, помимо газет, есть телевидение, подкасты, каналы, соцсети. А тогда газета была, по сути, единственным способом узнать, что творится в мире. Прогноз погоды, курсы валют, хроника происшествий, репортажи или загадочная рубрика под названием «Смесь». А вот, кстати, вот «Смесь»… А что значит? Это «Смесь», это короткой строкой новости. Да, то есть это вот такие лайтовые новости, как сейчас бы сказали. Ну, твиты такие. Да, да, это такой, ну, твит, это какая-то публикация ВКонтактике, соответственно, мы это все можем читать. То, что казалось тогда интересно пользователям, да, читателям. При этом, обратите внимание, вот очень хороший пример, отъезжающие из Борода, и мы можем увидеть, кто уехал в этот день. Изначально интерьеры здания занимал Екатерининский институт благородных девиц. После революции здесь был приют, затем военный госпиталь. И лишь в 50-е годы здание отвели под нужды публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, куда переехал не только газетный отдел, но и уникальный фонд нот и звукозаписей. Вот так можно услышать, как оперные звезды 50-х годов 20-го века исполняли Иолан Тучейковского. И это лишь один из примеров. Видите, как интересно. То есть каждая пластиночка, вот как в альбоме фотографии, имела свое место. То есть, ну, практически как книга. Да, и вот тут вот можно было доставать ту, которая вам была интересна. Заведующая отделом Ирина Безуглова проводит для нас краткий обзор наиболее ценных единиц хранения. Лишь некоторые экземпляры из десятков тысяч. От сборника пластинок для виктролы аналога граммофона до карманного сборника псалмов 16-го века. Для историков мира музыки – ценное свидетельство эпохи, когда даже запись нот не имела единого стандарта. Это ноты, да. Это нотный стан. Четыре линеечки. А если вы знаете басовый и скрипичный ключ, наверняка видели, то вот здесь вот такой еще был ключ. Чтобы читать эту нотацию, нужно обладать некоторыми знаниями и их, в общем, расшифровывать. Но в последние годы начала все чаще напоминать о себе застарелая проблема. Здание, восстановленное после блокады Ленинграда. Последний масштабный ремонт был на закате Советского Союза. Сегодня на стенах можно буквально прочитать историю протечек, с которыми здесь борются еще с 90-х годов. Масштаб проблемы полностью кровля, полностью фасад и полностью оконное заполнение – это на сегодняшний момент. Это вот все вот эти вот следы, получается, обрушения – это от чего? Это следы протечек. Как раз из-за этого все отваливается, все приходит в негодность. И как раз из-за этого уже страдают все наши фонды. Зам. директора по хозяйственной части Максим Иванов рассказывает, здесь, в помещении бывшей столовой, последствия протечек ощущаются сильнее всего. Минкульт в августе прошлого года выделил на реставрацию здания почти 400 миллионов рублей. Фронт работ большой – отреставрировать фасад, заделать все трещины, отремонтировать кровлю, а также заменить все окна в здании памятники. Это пластик дерева? Это дерево с исторической растекловкой. Растекловка находится в охранных обязательствах у нас, которые отслеживаются географией. Фонды «Фонтанки-36» по сути оказались заложниками ситуации. С одной стороны, срочная реставрация жизненно необходима. С другой стороны, перевозить нежный и хрупкий газетный фонд с места на место очень опасно для его захоронности. Поэтому был выбран с точки зрения специалистов оптимальный вариант. На время ремонта фонды остаются в тех же помещениях, но тщательно укрытыми и защищенными от строительной пыли. Мы взяли брезентную основу, которая будет по итогу перемещаться, обмотали стреч-пленкой. Стреч-пленкой будет притягивать мелко диспрессионную пыль к себе, не пуская ее вовнутрь. Дальше, после произведения ремонтных работ, мы снимаем, очищаем пленку, снимаем стреч, выкидываем, а остальное опять-таки обмывается, выезжается. После чего наводится обеспыливание полностью в помещение. В руководстве библиотеки подчеркивают, эта процедура – точное соответствие методики, разработанной в Федеральном центре консервации библиотечных фондов. И все те дни, которые газетные фонды проведут в укрытии, за ними будет вестись строгий контроль. Благо, сам центр находится в том же здании, в соседнем крыле. Вот так взяли крепко, да, потому что там две части, и верхняя, и нижняя. И зачерпываете. Вот так вот, да? Да. Так, опускайте как можно ниже ее, поднимайте вверху все, поднимайте, поднимайте, давайте, выравнивайте, чтобы масса была ровно, и ждете, когда она стечет. Один из предметов гордости центра. Вот так, в точном соответствии технологиям 17 века, здесь создаются бумажные листы. Директор по особо ценным фондам Ленис Цыпкин поясняет, это, по сути, модельные образцы для будущих исследований, которые проводятся в интересах не только РНБ, а библиотек всей страны. Эпоха бумаги колоссальная, она не закончилась. Везде, где есть письмо, где есть текст, бумага стоит рядом. И поэтому изучение исторической технологии бумаги для нас имеет колоссальное значение. То есть, о бумаге вы стремитесь узнать все, ну или почти все? Все, о чем-либо узнать невозможно, мир так устроен. Но мы стремимся действительно... По виду фабричный станок. По факту, точное и правильное название этого устройства – реставрационно-отливная машина. Главный художник-реставратор Елена Лобова объясняет, это не имеющий аналогов в мире автоматизированный комплекс по восстановлению старинных документов, на которых время за века хранения оставило разрушительные следы. Вот образец такого разрушенного листочка. Как он так получился? Он изъеден жучком, бумага ветхая, она разрушилась от старости, ну и плюс разъедена жучком. Это сколько лет ей получается? Ну, вот это 16 века. Готовится особый, похожий на кисель состав – целлюлозная масса с тщательно подобранным цветовым оттенком. Затем этот состав в смеси с водой заливается на предварительно подготовленные листы. Далее, как шутят специалисты, начинается волшебство. Волшебство реставрации. Сейчас все волокна неравномерно так распределились. Сейчас я включаю вакуумный насос, и вода под давлением будет уходить вниз, а волокна все останутся. Затем, после тщательной сушки, лист предстает почти в первозданном виде. Что называется, почувствуйте разницу. Главный принцип работы центра – одинаково трепетное отношение и к упописным книгам эпохи Средневековья, и к газетным листам 20 века. Вот так, например, особо редкие или ветхие экземпляры проходят специальный процесс – инкапсулирование. Только ультразвук, никакой высокой температуры. С его помощью для газеты, по сути, шьют защитный костюм-конверт из полимерной пленки. Теперь этот лист можно отправить на выставку или выдать на руки, без опаски навредить хрупкой бумаге. А это уже другая технология с более сложным названием. Импрегнирование. 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 Да. Сложное название. А что он подразумевает? Подразумевает наслоение пленки на документ с двух сторон. Так, вот так вот. То есть это пленка специальная, да? Да, специальная пленка, специальной толщины. И кладем документ, укладываем, опять накрываем пленочкой. И поскольку у нас это газета, мы, газета обязательно, переплет идет, должен быть фальчик для нее. Затем лист отправляется под горячий пресс. И на выходе получаем прочную, но читаемую страницу, как будто запаянную в пластик. Процесс необратимый, так что применяется не к оригиналам, а к дублирующим экземплярам. А уже в отделе внешнего обслуживания тщательно обработанные газеты переводят в цифровой формат. В полном соответствии с современным принципом. Нет в цифре, нет в жизни. Как она называется? Называется колыбель. Колыбель. Да, потому что она подвижна. В зависимости от того, какая у нас толщина и какой вес переплет, она, соответственно, двигается. Через руки специалиста отдела Ксении Марковой проходит больше 10 подшивок за рабочую смену. Результат работы ее и ее коллег можно увидеть на сайте электронного фонда библиотеки, где можно рассмотреть любую статью вплоть до каждой буквы. Да, с одной стороны, работу можно назвать монотонной, но в ней есть и привлекательная черта. В самих газетах, потому что я трогаю историю, понимаете? Все-таки это не каждый человек, не каждый день ходит и прикасается к газете даже новое время. То есть это такая редкость встретить ее при условии, если мы работаем с газетами, которые вообще не выдаются из-за ветхости и так далее. Но я чувствую себя немного такой гордой за то, что я работаю с историей. История фондов РНБ в здании на Фонтанке пока только начинает новую главу, имя которой реставрация, рассказывает директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский. Но уже есть возможность говорить о планах на будущее. Когда на Московском проспекте появится третья очередь комплекса РНБ, подразделения библиотеки переедут в новое здание. Я надеюсь, что мы все-таки получим хотя бы средства на проектирование, ну а потом уже и на строительство. И тогда мы переведем отсюда и наш нотный отдел, и отдел звукозаписи, и газетный отдел. Мы увезем отсюда и Федеральный центр консервации библиотечных документов. То есть фонды и... Все отсюда уедет. А что здесь? А здесь мы предполагаем сделать такой роскошный культурно-просветительский центр семейного чтения и приобщения людей к книге. А пока в здании по адресу набережной Фонтанки 36 продолжает создаваться летопись истории нашей страны. Летопись, которая пополняется с каждым новым газетным номером или нотным сборником. Которую в этих стенах берегут, сохраняют и восстанавливают. И который может в буквальном смысле прикоснуться каждый. Достаточно лишь читательского билета. Антон Суман. Пульс города.